Время новостей на телеканале ЖИТСУ. Здравствуйте! В студии Адина Смогулова, сурдоперевод Айгуль Стамбековой. В начале выпуска короткое главное. О, спорт! Ты мир! В Алматинской области открылся 12-й по счету физкультурно-оздоровительный комплекс, возведенный в рамках исполнения поручения Эльбасе по строительству 100 фоков в стране. Готовься они летом. В Талдыкургане полным ходом идут работы по переводу котельных на природный газ. Сладкий труд. Госпрограмма помогла безработному из Аксусского района стать пчеловодом. Эпид-ситуация стабильна. Казахстан на сегодняшний день успешно сохраняет свои позиции в зеленой зоне. Индекс прироста не достигает и 1%. Об этом сообщил министр здравоохранения на правительственном совещании. В красной зоне находится только Нур-Султан. В настоящее время в столице принимаются активные карантинные меры. Остальные регионы в зонах малого и относительного риска. Большую роль в стабилизации эпид-ситуации сыграли компания по массовой иммунизации и цифровая борьба с коронавирусом. На сегодняшний день по стране вакцинировано порядка 4 миллионов граждан. Число пользователей программы Ашик превысило 2 миллиона. К слову, с недавних пор в нее интегрирован паспорт вакцинации, обладатели которого имеют зеленый статус. Чтобы закрепить достигнутый результат, правительствам дано поручение продолжать активную работу в этой сфере. На сегодняшний день порядка 2,5 миллионов казахстанцев получили первый компонент вакцины и около 1,5 миллионов привились вторым компонентом. Активную кампанию по иммунизации населения следует продолжать на всех уровнях. Особое внимание необходимо уделить столице Нур-Султан, которая находится в красной зоне. Еще одним предметом обсуждения стала экологическая ситуация в стране. На сегодняшний день из 45 промышленных городов Казахстана в 10 зафиксирован высокий индекс загрязнения атмосферы. Неудовлетворительный статус и в сфере утилизации и переработки в мусорных отходах. В целях улучшения экологической ситуации правительством разработан план комплексных мер. Премьер-министр республики поручил сразу нескольким министерствам взять ситуацию под свой контроль. Одной из причин образования незаконных свалок является недостаточное количество мусорных полигонов. Также местами их несоответствие установленным стандартам. В этой связи поручаю министерствам индустрии, экологии и финансов совместно разработать проекты по полигонам для утилизации твердобытовых отходов. Совместно с акиматами и в соответствии с нормами закона необходимо рассмотреть вопрос постройки новых мусорных полигонов. 13 миллиардов 700 миллионов тенге предусмотрены из местного бюджета на подготовку к отопительному сезону. Часть этих средств направлены на поэтапный перевод котельных на природный газ. В этом году в Талдыкургане реконструируют два объекта, которые будут работать на голубом топливе. Ход строительных работ контролирует заместитель Акима области Лизат Турлашев. Суть проектов – увеличить мощность в два раза, а также уменьшить расход топлива. На эти цели выделено 2 миллиарда 600 миллионов тенге. Заместитель главы области поручил качественно проводить строительные работы и, главное, закончить в установленный срок. Ответственные лица заверили, что отставаний по графику нет. Обе котельные будут полностью завершены до 15 октября. «Были переведены центральные котельные в Коксусском районе, в городе Копчегай. И в прошлом году два квартальных котельных города Талдыкурган. Это первая и третья котельная. В текущем году эта работа будет продолжена. Значит, будут переведены квартальные номер 2 и номер 5 в городе Талдыкурган. И центральная котельная в Искельдинском районе, в поселке Карабулак. Строительно-монтажные работы ведутся в соответствии с утвержденными графиками». Большой праздник для любителей спорта. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс распахнул свои двери в селе Наренкол Раимбекского района. Он возведен в рамках исполнения поручения Льбасы по строительству ста фоков по всей стране. Торжественное открытие приурочено к 30-летию независимости Республики Казахстан. Стоит отметить, это 12-й действующий спортивный объект в Алматинской области, отвечающий всем общемировым стандартам. Одним из приоритетных направлений в жизни региона является развитие массового спорта на селе. Этому свидетельствует активное строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в районах. Спортивные объекты на сегодняшний день строятся в селах Достык, Жансугоров и Шенджи. Также, по словам заместителя Акима Алматинской области Арслана Дандыбаева, до конца года планируется открытие такого же комплекса в селе Баканас Балхашского района. В торжественном открытии 12-го ФОКа также приняли участие трёхкратный чемпион по боям без правил Артах Назаров, ветеран спорта Бекбалат Бирбаев и жители села Наренкол. В этом спортивном комплексе смогут заниматься не только дети и подростки, но и все желающие жители села. Немало выдающихся спортсменов – выходцы из этого района. Например, Руслан Жумабеков, чемпион по вольной борьбе, Артах Назаров, Бебет Назаров, Жаслан Кдрыбаев. Надеемся, что открытие ФОКа поспособствует дальнейшему развитию спорта в регионе и большим победам. Сегодня здание ФОКа общей площадью почти 5000 квадратных метров готово к приёму сельских приверженцев здорового образа жизни. В универсальном спортивном комплексе имеется зал для бокса, борьбы, карате, настольного тенниса, а также тренажёрная зона. Кроме того, предусмотрены медицинские и массажные кабинеты. Во дворе – волейбольная площадка и футбольное поле для тренировок на свежем воздухе в тёплое время года. Зрительная трибуна рассчитана на 180 мест. Одним словом, созданы все условия для занятий спортом. На строительство масштабного объекта было затрачено порядка 1 миллиарда 300 миллионов тенге. «В нашем районе спортом занимаются более тысячи молодых людей. Этот комплекс стал настоящим подарком и для взрослых, и для подрастающего поколения. Нам был необходим такой комплекс, потому что масса детей хотят получать спортивное развитие, и теперь для этого есть комфортные условия. Хочу поблагодарить Акимат области за проявленное внимание и поддержку наших спортсменов». Теперь любители спорта находятся в предвкушении занятий. Стоит отметить, что спортивные объекты планируют возвести во всех районах и городах Алматинской области. Аделья Кжаркенова, Ербол, Атантелов, Телеканал, ЖИЦУ. Посещать центры обслуживания населения Алматинской области теперь можно и без бронирования очереди. Уже с этой недели ЦУН включен в список работающих учреждений по программе АШИК. Условия и принцип работы те же – подтвердить свой эпидемиологический статус при входе через сканирование QR-кода. Синие и зелёные могут получить необходимую государственную услугу, а для красных и жёлтых вход воспрещён. Отметим, всего по Алматинской области действуют 23 центра обслуживания населения. Все они уже подключены и работают по программе АШИК. «Бронировать очередь так же можно, как и прежде, по номеру 1414. Если в один момент получить услуги пришли два человека, то в приоритете, конечно, будет обслуживание того, кто уже записался. После него принимают тех лиц, кто пришёл, обратившись через программу АШИК». В Казахстане приняли решение о внедрении бессрочного периода обмена банкнот, выпущенного с 2006 года и после. Это значит, что старые купюры, вышедшие из обращения, можно заменить на новые, притом в любое время. Об этом сообщает Национальный банк Республики Казахстан. Для обмена необходимо обратиться в любой из территориальных филиалов Нацбанка со старыми банкнотами. После подтверждения их подлинности у гражданина изымут купюры, вышедшие из обращения, и выдадут взамен денежные средства нового образца. Решение о внедрении бессрочного периода обмена принято после многочисленных обращений граждан, а также с учетом международного опыта, говорится в сообщении Национального банка страны. Поступает множество звонков, обращений для того, чтобы произвести обмен. То есть у населения на сегодняшний день еще имеются на руках образцы 2006 года. Как правило, это пожилые люди. С 14 июня к нам обратилось порядка 60 человек на общую сумму около 1 миллиона тенге. Как открыть свое дело? С чего начать? Как составить бизнес-план и рассчитать рентабельность? На эти и другие вопросы бывших осужденных ответили на семинаре, организованном Талдыкурганским региональным центром содействия занятости. Бизнес-тренеры рассказали также о государственных программах, поддержке предпринимательства, юридических аспектах, основах бизнес-планирования и маркетинговой деятельности. Участники семинара также интересовались ценами на различные товары и получением необходимой информации через интернет. Эти знания, несомненно, пригодятся для создания собственного дела. Реабилитироваться на рынке труда совсем непросто, но вполне реально, говорят организаторы. Ведь почти у каждого из слушателей есть свои бизнес-идеи. После окончания тренинга трое из 25 участников, победивших в конкурсе, будут презентовать свои проекты с дальнейшим освоением государственных грантов. Впервые такой проект мы проводили в 2018 году. Потом при поддержке управления внутренней политикой по Алматинской области в 2018 году мы поддержали двух участников. Например, очень хороший опыт – это шиномонтажный цех в поселке Утиная-Батыры, который до сих пор работает, который развивается. И в 2020 году тоже был такой проект, но была другая организация, выиграла. Сейчас мы вот продолжаем. То есть сейчас этот уже проект стал на постоянной основе, на постоянные рельсы. Более 40 человек с начала года смогли с нуля открыть свое дело благодаря программе «Бизнес-Бастау» в Аксусском районе. Один из них – Илесхан Калихан, потомственный пасечник. Бизнес-Бастау Программа «Бизнес-Бастау» – это интенсивное развитие не только предпринимательства, но и института занятости. Создание, развитие и расширение любого бизнеса позволяет обеспечить население рабочими местами. Развитие предпринимательства положительно сказывается и на занятости в районе. С начала года деятельность программы «Бастау-Бизнес» обеспечила 20 жителей рабочими местами. Все это комплексно улучшает социальный уровень населения, ведь любой человек может получить государственный грант, открыть собственный бизнес и создать новые рабочие места. По программе развития бизнеса в этом году в Аксусском районе планируется обеспечить государственными грантами 70 предпринимателей. Более 50% плана на сегодняшний день уже выполнено. Оплачивать налоги и другие обязательные платежи стало проще. ЕСАЛА ХАЗАМАТ доказал свою эффективность. За год работы онлайн-услугами посредством мобильного приложения воспользовалось уже около тысячи налогоплательщиков моногорода Текили. Главными преимуществами нововведения Текилицы отмечает прозрачность процесса, исключение коррупционных рисков, а также возможность оплаты налогов без комиссий и в срок, а главное – не посещая отделение банка. К слову, сегодня уже 90% госслужащих моногорода смогли предоставить декларации об активах и обязательствах в рамках всеобщего декларирования через мобильное приложение. ЕСАЛА ХАЗАМАТ очень приемлем для налогоплательщиков, потому что не выходя из дома, на рабочем месте, из офиса, даже многие налогоплательщики пользуются, когда лежат в больницах, например, они могут воспользоваться данным приложением, узнать налоговую задолженность, сумму переплаты, сумму налога. Также они могут его оплатить. Реализован сервис электронное бронирование в электронных очередях. Купаться запрещено. Сотрудники отдела чрезвычайных ситуаций Жамбылского района провели рейд по соблюдению безопасности на водоемах. В ходе объезда осуществлялась проверка мест, где установлены знаки безопасности и купание строго запрещено. За проведением рейда следила наша съемочная группа. Ежегодно на территории области в летний период продолжают регистрироваться различные несчастные случаи на водоемах. В большинстве это связано с купанием граждан в необорудованных для этого местах и распитием спиртных напитков вблизи водоемов, отмечают сотрудники отдела ЧС Жамбылского района. В настоящее время с наступлением летних каникул и открытием купального сезона спасатели продолжают профилактические работы на водоемах города и области. Они вручили всем отдыхающим памятки о соблюдении мер предосторожности на воде. Ежедневно сотрудниками отдела ЧС совместно с местными эксплуатационными органами Акиматами, также отделом полиции проводятся рейдовые мероприятия по местам купания, где отдыхающим и купающимся разъясняется правило безопасности при купании, кроме этого правило пожарной безопасности при отдыхе на природе. При купании в необорудованных местах есть угроза, что дно может быть захламлено всякими предметами, как проволока, разбитые стёкла и всякие рыбацкие снасти. Это всё может привести к плачевным случаям. В целом на территории Жамбылского района 30 водохозяйственных объектов. Контролю за ситуацией на них сотрудники отдела районного ЧС уделяют пристальное внимание. С официальным открытием купального сезона спасатели призывают граждан соблюдать все правила безопасности во время отдыха вблизи водоёмов, не распивать спиртные напитки при купании и следить за детьми. В случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно обращаться в экстренную службу по номеру 101 и 112. Аделя Кжаркенова, Ербол, Атантелов, Телеканал, ЩИЦУ. Свыше 140 тысяч дорожно-транспортных нарушений выявлено в Алматинской области с начала года. Это на 70% больше, чем за прошлый аналогичный период. Неутешительную статистику показывает и количество ДТП в 840 случаев, вследствие которых 129 человек погибли, ещё 1300 получили травмы различной степени тяжести. Об этом рассказал сотрудник полиции Алматинской области на встрече с представителями СМИ. По словам спикера, большинство ДТП случается с участием пешеходов, не соблюдающих правила дорожного движения. Вторая не менее частая причина – вождение авто в нетрезвом виде. К слову, по вине водителей в состоянии алкогольного обвинения с начала года уже зарегистрировано 500 случаев. В связи с этим сотрудники внутренних органов ведут активную работу в рамках профилактики дорожно-транспортных происшествий. Так, например, внедрённый автоматический программный комплекс «Автоураган» доказывает свою эффективность. Он определяет превышение скорости автотранспортного средства. Таких видеофиксаторов в регионе 43. Ещё 300 установят до конца года. Конечно, я думаю, это даст свой эффект. Если нам посмотреть по практике других городов, других областей, вы сами знаете, да, где установлены скоростные фото-видеофиксаторы, все начинают ездить по правилам. Я думаю, этого мы тоже добьёмся. Кроме этого, нами проводятся на постоянной основе рейдовые мероприятия, отработки проводятся, такие как безопасная дорога, автобус в целях профилактики перевозки пассажиров, профилактики дорожных транспортных происшествий. Еженедельно мы проводим рейдовые мероприятия по тем районам, по тем участкам, где у нас, согласно анализа, идёт рост дорожно-транспортных происшествий. Администратора сауны задержали за сводничество в Алматы. Ей девушки платили своеобразную дань в размере 12 тысяч тенге, если местом заработка приходился банный комплекс. Девушки в возрасте от 21 до 24 лет оставляли себе по 18 тысяч тенге с клиента. Эта типичная схема зафиксирована доказательной базой. Вместе с тем в полиции сообщили, что женщины, оказывающие интимные услуги, поставлены на специальный учёт. Организаторам указанного бизнеса грозит лишение свободы сроком от 3 до 7 лет в конфискации имущества. Знаменитый уроженец Степногорска Нурлан Сабуров услышал своих земляков и поддержал их в протесте против строительства предприятия по утилизации промышленных отходов. После обращения жителей комик обупликовал сториз в своём инстаграм «Мы Степногорск против ПХД», написал он. Здесь Нурлан Сабуров отметил аккаунты президента Казахстана, Акимата Степногорска и другие. Напомним, ранее жители Степногорска собрались, чтобы высказаться против возможного строительства предприятия по утилизации промышленных отходов. Макака на фонаре в Сарагаше взбудоражила соцсети. По данному факту полицейскими была проведена проверка. Как выяснилось, мужчина перевозил обезьяну. В ходе транспортировки она выбралась из клетки и забралась на столб. Чтобы поймать животное, мужчина выстрелил в воздух из пневматического пистолета. Когда обезьяна спустилась на землю, он схватил её, снова запер в клетку и увёз. Макак он приобрёл в Узбекистане для последующей перепродажи в Сарагашском районе. В настоящее время полицейский Сарагашского РОП изучает действия владельца обезьяны. От Урала до Дальнего Востока. В России сезон лесных пожаров. Огнём охвачена территория 53,5 тысяч гектаров. Зафиксировано более 70 возгораний в разных регионах страны. Самая сложная ситуация в Якутии и Иркутской области. В последней площадь пожаров свыше 30,5 тысяч гектаров. Горят леса в Тюменской, Свердловской, Мурманской областях, Красноярском крае и Коми. Для некоторых регионов это самые масштабные пожары последних лет. Их тушат более 3 тысяч специалистов. Задействованы свыше 470 единиц техники и тысячи воздушных судов. Сообщение о жертвах пострадавших не поступало, как и о нанесённом ущербе. Особый противопожарный режим введён в 50 субъектах России. В трёх действует режим ЧС. Отдых на Кипре под вопросом туристов предупреждают. Не беспокой черепах. Дело в том, что настал период, когда присмыкающиеся большеголовые черепахи Логгер Хэт откладывают яйца. Для этого им необходимо найти спокойное и тихое местечко. На пляжах Акрытири взрослые самки выходят из воды и выкапывают ямки, чтобы отложить в них яйца и тут же засыпать песком. В природном инкубаторе будущие черепашки проведут 1-2 месяца, чтобы затем вылупиться и добраться до моря. К сокращению численности Логгер Хэдов привело неограниченное собирание яиц в считающихся лакомствах. Однако сейчас в большинстве стран это запрещено. Логгер Хэт занесен в Красную книгу Международного союза «Охрана природы как уязвимый вид». На Кипре охраняется национальным законом. Из-за потепления планеты в океанах происходят большие изменения. Некоторые виды рыб адаптируются, другие едва выживают. Например, в Дании появление новых видов, таких как тунец и анчоус – признак больших изменений в связи с потеплением вод. Рыбы особенно чувствительны к изменениям температуры. И поскольку океаны нагреваются, некоторые виды перемещаются на север, другие прибывают с юга. Местных рыбаков давят ограничительные квоты. Они жалуются на сельскохозяйственные истоки, загрязняющие воду. А в связи с изменениями климата они находят в своих сетях новые виды рыбы. Быстрее, выше, сильнее проведены итоги 12-летней спартакиады госслужащих. Ее участники испытывали себя на прочность в семи популярных видах спорта. В результате лучшие из лучших в составе сборной области примут участие в республиканском первенстве, состоится которое в начале июля этого года в Алматы. Продолжит Лилия Штогрина. В течение двух дней во дворце спорта Жастар более 800 участников оспаривали первенство по семи зачетным дисциплинам. Главные и ведущие специалисты, руководители отделов и управлений, сельские и городские акимы и их заместители азартно и бескомпромиссно играли в бильярд, шахматы, настольный теннис, баскетбол, волейбол, тогас-кумалак и мини-футбол. Именно во время состязаний создаются благоприятные возможности для проявления смекалки, ловкости, силы, быстроты и выносливости, волевых качеств и взаимопомощи. В основном государственные служащие подвержены стрессу. И для того, чтобы выработать в каждом госслужащем стрессоустойчивость, необходим спорт. Поэтому цель этой спорта Киады является развитие командного духа у государственных служащих, развитие такой компетенции, как стрессоустойчивость, ну и вообще в целом придание корпоративного духа. Команда Алматинской области на протяжении 12 лет подряд в числе фаворитов этих состязаний. Каждый из ее участников уверен, что должен быть не только профессионалом своего дела, но и поддерживать хорошую физическую форму, стараться быть примером для остальных граждан нашей страны. Сборная команда областного Акимата является 12-кратным чемпионом спорта Киады. Такого результата нам удается добиться тем, что по заданию Акима области, госслужащие областных управлений и аппарата Акима области по всем видам спорта занимаются на постоянной основе. Для этого созданы все условия, есть утвержденный график, и согласно этому графику госслужащие имеют возможность заниматься на постоянной основе. В этом году Пальму первенства сборная Акимата Алматинской области уступила Талдукурганской команде, которая набрала наибольшее количество очков в игровых видах спорта. В тройке призеров общего зачета оказались также госслужащие Алакольского района. Лилия Штогрин, Жей Курманбаев, телеканал ЖТСУ. Это были все новости на сегодня. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин